Друзья, всем привет! С вами DJ Руслан Мазаев. Это видео для тех, кто хочет быстро настроить ваш Tractor Pro 3 на Mac и начать практиковать. На самом деле, если у вас Windows, тоже оно будет на 99% полезно. Пару нюансов там есть, и в остальном все то же самое, потому что Tractor везде один и тот же. Скорее всего, это упрощенный гайд будет, и в будущем хочу записать для вас такое более глубокое видео с подробными настройками. Поехали! Пока я ничего не рассказываю, что где, просто мы настраиваем так Tractor, чтобы он у нас музыку запускал, и все включалось и выключалось. Итак, друзья, вот при открытии в первый раз нашего Tractor у нас, скорее всего, появится вот такое сообщение. Setup Wizard. И нам нужно просто нажать Next, ничего не меняя тут, Next, Finish. И дальше он спрашивает, оставить все как было или поставить настройки по умолчанию. В данном случае, если мы в первый раз Tractor открываем, у нас вообще ничего не было раньше, то есть мы ничего не меняли, так что можно No нажать просто. И после этого, скорее всего, у вас будет такая картина. Вот примерно так у вас будет выглядеть Tractor. Первым делом я бы вам порекомендовал вообще отключить Crossfader. Далее, добавьте себе верхнюю панель. Мы заходим в настройки, шестеренка, видите? Либо вы можете вот так зайти еще в Tractor в правом-левом углу и Settings. И мы заходим в раздел Global Settings и ставим галочку Show Global Section. Все, у нас появилась верхняя панель, она нам пригодится, потому что у нас тут запись, сета, эффекты, настройки, синхронизации. Далее, теперь у нас вот так выглядит Tractor. Crossfader мы отключили и мы можем его вообще спрятать, потому что, в принципе, он нам особо и не нужен на первых парах. И мы заходим в микшер, раздел, и мы здесь галочку убираем Crossfader, чтобы у нас было больше места на нашем тракторе. Далее, чтобы у вас все плейлисты отображались адекватно, вам нужно установить особый шрифт. То есть, если у вас он не установлен, у вас ваши плейлисты, которые вы назвали по-русски, они не будут видны. Что нужно для этого? Нужно зайти в настройки и посмотреть, какой у вас шрифт установлен. Если у вас Tractor Russian стоит уже, то все окей. Если нет, то я вам оставлю ссылочку на Яндекс.Диск, загружу туда этот шрифт. Вы его просто установите, и у вас все будет работать и отображаться. Как это делается? То есть, допустим, вы уже скачали шрифт, и вот так он у вас выглядит. Он называется Tractor Russian. Вот он. И вы просто нажимаете два раза на него. У меня в данном случае он предлагает его заменить, потому что он у меня уже установлен. А вы нажимаете установить. Он у вас устанавливается. Потом вы перезагружаете ваш трактор. И затем открываете настройки Browser Details. И здесь выбираете в самом низу, то есть прокручиваете до самого низа. И вот здесь у вас появляется Tractor Russian. Все, вы его выбираете, и у вас все видно теперь будет. Что еще важно? Скорее всего, у вас у некоторых будет мало места вот здесь. То есть, у меня, видите, много помещается список песен. И чтобы у вас так было, вы можете себе зайти в браузер Details. И тут вы можете настроить, видите, уменьшается или увеличивается. То есть, чем меньше этот бегунок, чем он ближе влево, тем больше помещается у вас музыки в вашем браузере. У меня где-то на 40 стоит, например. Но это еще не все. Вам нужно еще зайти... Если у вас Mac, если у вас Windows, я, к сожалению, не знаю способ. Но, скорее всего, тоже есть. Заходите в настройки. Display. И здесь у вас в настройках будет такая опция «Больше места». То есть, у вас реально, если вот так, видите, все сразу стало большим и меньше помещается. Поставьте больше места себе. Все. Здесь мы закончили. Дальше делаем вид еще нам более информативный. Заходим опять в настройки. И Deck Layout. И здесь в разделе Deck Layout мы выбираем две деки. И вот здесь Size A and B. Мы выбираем вместо Full, мы ставим параллель Full. Все. Теперь у нас более информативный трактор, который нам будет максимально полезен во время сета. Следующее, главное. Вам нужно выбирать вашу звуковую карту в тракторе, чтобы у вас был звук. Колонки работали и музыка играла. И что нужно сделать? По умолчанию у меня сейчас стоит звуковая карта моего MacBook. Но мы же играем не с MacBook, а мы играем с контроллера обычно. И нам нужно зайти в раздел Audio Setup, самый-самый первый, и выбрать здесь наш контроллер. Скорее всего, у вас будет какой-нибудь там Tractor Control S2 или Tractor Control Z1. И мы просто его выбираем вот тут. Все. Теперь у нас трактор видит нашу звуковую карту. И нам нужно теперь, во-первых, поставить себе Buffer Size. Это важная штука. Если у вас слабый компьютер, мы ставим ее побольше. Там тысячи, например, можно поставить. Ну, регулируйте, в общем. Если у вас компьютер сильный, например, какой-нибудь MacBook Pro, вы можете поставить 512 или 320 или 256. Ну, совсем маленький не делайте, потому что не все тянут. Но если у вас суперкрутой и мощный компьютер, можете прям вообще 64 поставить, легко поймете. Запустите трек, и если у вас все начнет виснуть, тормозить, там, зависать, то значит вам нужно побольше сделать. 512, например. Ориентируйтесь на ваше железо. И теперь нужно убедиться, что у вас работает предпрослушка в вашем контроллере. В DJ-контроллере есть два выхода. Первый выход – это колонки, которые играют на экстатике, которые все слышат. А второй выход – это ваши наушники, в которых вы предпрослушиваете вашу музыку. И вам нужно выбрать здесь вот Output Master – это ваши колонки, условно. А Output Monitor – это ваши наушники. И если здесь стоит No Connected, то вам нужно открыть и выбрать Headphone Left, Headphone Right, как вот здесь L и R, видите, написано. И здесь то же самое, видите, здесь не должно быть No Connected, здесь должно быть Main Left и Main Right, если у вас трактор. Если у вас какой-то другой контроллер, там нужно искать название соответствующее. Еще одна важная функция, чтобы избежать лишних косяков. Заходим в настройки, опять же, и в настройках раздел Loading, и здесь поставьте галочку Loading Only Inter Stopped Deck. Это значит, что вот у вас трек играет. И вы часто люди вначале путают, забывают, в какой деке у них трек играет, они пытаются загрузить его в деку, в который у вас трек уже играет. В колонках люди под него танцуют, а вы хотите туда загрузить новый трек. Ну, соответственно, если у вас эта галочка не стоит, то вот что будет. У нас музыка остановилась. А так вот, если мы ставим галочку, вот трек играет. Видите, начинает моргать вот эта оранжевая рамочка, что типа дека сейчас запущена, остановите деку, а потом загрузите. И еще одна полезная функция, поставьте себе разбег печа побольше. Скорость трека, то есть он может быть медленным, может быть быстрым, мы можем управлять скоростью наших треков. Зайдите в настройки снова и заходите в раздел транспорт. И самое верхнее вот вам нужно окошко, вам нужно здесь поставить, я думаю, что 35 вам будет достаточно. Давайте просто пример разберем наглядный. Вот я беру трек на 86 ударов в минуту. А следующий трек у меня будет, например, 101. У нас очень сильный разрыв, то есть здесь 86, а здесь 101 ударов в минуту. Ну, желательно не больше 10 делать разрыв. Тогда будет более гармоничное сведение, незаметное, бесшовное. Но бывают такие случаи, что мы идем на такие риски и берем большой разрыв. И если у нас стоит маленький здесь процент, например, 6, вот что происходит. То есть мне нужно дойти от 86 до 101. Я начинаю поднимать питч. Видите, 87, 88, 89, 91. Все, дальше я не могу. Да, есть контроллер в тракторе, там зажимаешь shift и продлеваешь ваш питч. Но в целом, как бы, функция полезная и лучше знать, где она находится. Таким образом, я предлагаю вам поставить побольше. Можно там 25 или 35. Я ставлю 25. Давайте проверим, что до 101 мы долетим или нет. Дошли. То есть можно, в принципе, 25 оставить. Вот такая функция. И еще один такой момент. Обязательно поставьте себе вот здесь вот на деке А и на деке Б. Вот они, видите, Б и А написано. Чтобы у вас не были серые нотки, у вас должны быть здесь тональности включены. Это нужно для того, чтобы, когда вы двигаете питч, ускоряете трек, чтобы не плыла тональность у вас. В каких-то следующих уроках мы это разберем подробнее. И нам осталось просто проверить, работает ли все после того, как мы настроили. То есть наша главная задача была, чтобы у нас просто запустился трактор, все треки запускались, и мы могли уже практиковать. Я вот два трека загрузил. В настройках у меня сейчас стоит MacBook, звуковая карта, так как у меня не подключен контроллер. И я нажимаю на Play. Вот, звук у нас идет. То есть есть сигнал здесь, сигнал здесь и в колонках, как конечный результат. И вторая дека тоже. Поднимаем фейдер. Звук у нас на 12 часов, и здесь у нас тоже максимальный на 0 стоит. Нажимаю на Play. Да, все работает отлично. Друзья, это видео было записано для нашего интенсив-курса Extatic Dance Russia, который проходит два раза в год. Я думаю, что будет полезно не только нашим студентам, но и тем, кто просто хочет стартануть в Extatic, или просто в диджейинге, и именно через Tractor Pro 3, в данном случае на Mac. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь, и буду рад прочитать ваши комментарии, что получается, что не получается. С вами был диджей Руслан Мазаев, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok